Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здорово, что вы сегодня в прекрасном настроении А знаете, продавцам на одном из рынков Киева Сегодня наверняка понадобится успокоительное Потому что к ним за покупками Отправляется Эктор Хименес Браво И он намерен торговаться Хотите увидеть, что из этого получилось? Обязательно дождитесь Вы все наверняка с нетерпением ждете сезона молодой картошки Это прекрасно, но оказывается Этот чудесный привычный нам продукт Может быть как супер полезным, так и опасным Во всех тонкостях выбора ранней картошки Нам сегодня поможет разобраться Наш эксперт Константин Грубыч Встречайте Как я рада тебя видеть Что касается картошки Я так понимаю, что главная ее опасность Скорее даже не для здоровья, а для наших фигур В том, что там есть крахмал в большом количестве А это значит, что если мы будем есть картошку Мы просто можем поправиться Это не хорошо, согласна Ну, это абсолютно правильное утверждение Особенно с точки зрения женщин Но оно относится у большинства своей картошки старой Ту, которую приготовят на зиму, на осень Справа в том, что у картошки очень высокий гликемический индекс То есть это способность сбудить аппетит И увеличить уровень цукру в крови Ну, например, у таких продуктов, как капуста, помидоры Або баклажаны, индекс гликемический Лише десятка То есть у картошки он в 7 раз больше А это, соответственно, и крахмаль, и ваша таля Но молодая картошка, та, которая сейчас началась золотой сезон Люди добрые, ешьте молодую картошку, но качественную Это совсем другая история Картошка – культура родины басльоновых Яку в народе называют другим хлебом Найбольшую поживную ценность имеет именно молодая картошка В ней почти нет крахмаля, но низкая витаминов, в частности группы В, 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 В витамину С В 100 граммах бульбы – понад 20 мг Цего достаточно, чтобы поддерживать ваш иммунитет в чудовой боевой готовности 300 грамм молодой картошки Местить денную норму кальцию, калию, фосфору, фолиевой кислоты Саме в молодой картошке местятся биофлавоноиды, что смествуют стенки кровоносных судин Молодая картошка – почти диетический продукт Вона способна снижать уровень холестерина, против диеты затримки родины в организме А клетковина сприяет сходнению Значит, получается, молодая картошка – это идеальный, полезный продукт И все-таки ты говоришь о смертельной опасности Что за опасность такая? Разумеешь, Надейко, нужно тут заглибиться в историю картошки Как она потрапила в Европу? Ее привезли совсем не из Белоруссии, как где-то считает, а из Поведенной Америки И индийцы там поклонялись этому овощу Так от, потрапивши до Европи, дуже довго наші люди, наші предки не могли зрозуміти, як її правильно споживати І тисяча людей загинуло від картоплі Чому? Довго європейцы не могли второпати, що коренеплоди – це кладі з витаминів А їли здебільшого на початку ось ці плоди, вони дуже отруйні Оскільки вони за своєю природою на смак вони гірки Їх відварювали разом з цукром, у сиропі, споживали Но все-таки ми-то знаємо, що є у картошки Що треба вирити ці коренеплоди, фактически коренеплоди, і съесть їх Тому смерть нам не грозить Надійка, справа в тому, що отруйна речовина, що є у плодах, у ось цих ягодах Вона розподіляється по всьому організму картоплі В тому числі вона є і в бульбі, у самих коренеплодах І називається ця речовина соланін Соланін – отруйна речовина, що в великій кількості виробляється в картоплі Для людини соланін дуже токсичний, навіть у невеликих дозах Він призводить до гастроэнтерологічних та неврологічних розводів Характерні симптоми отруєння соланіном – нудота, діарея, шлункові спазми, дряпання в горлі, головний біль та запаморочення Для цього достатньо спожити 2 міліграми соланіну на кілограм ваги тіла Доза від 3 до 6 міліграмів на кілограм ваги людини призводить до судом зупинки дихання і смерті Підступність соланіну в тому, що його дії починаються аж через 10-12 годин після вживання А тому симптоми харчового отруєння мало кому спадає на думку пов'язати з вчорашнім картопляним пюре Соланін можна порівняти із бджолиною отрутою У невеликих кількостях він навіть корисний для організму І його використовують у фармацептічної промисловості, зокрема у ліках для лікування астми Але якщо соланіну забагато, то у людей може початися нудота, проблеми із шлунком, запаморочення А якщо з'їсти багато картоплі із соланіном, наприклад, вагітним жінкам, то будуть проблеми із розвитком плоду Можуть бути невиправні хвороби Соланін – це природний захисник картоплі А оскільки картопля багата на вуглеводи, на білки, на вітаміни, це скарбниця усього доброго, що може бути у природі То на неї дуже багато мисливців Це і шкідники, ось подивіться, як можуть вони з'їсти картоплю Це і сонце, від чого вона захищається Це і механічні пошкодження, тому що якщо ми копаємо картоплю і ми її пошкодили, то вона захищається від свого руйнування І вона виділяє соланін Тобто це універсальний засіб для виживання картоплі Навіть молода картопля може становити певну небезпеку Тому що якщо ви бачите зелені на ній плями, якщо вона потрапила під дію сонячного проміння Якщо її вирощували за допомогою нітратів більш ніж треба То все це говорить про те, що соланін буде захищати картоплю і його вміст може перевищувати усі допустимі норми Тому обирайте правильно і як саме ми вам пізніше розкажемо До речі, ось маємо ніж, я пропоную поекспериментувати Для чого це я роблю? Скажу дещо пізніше Ти розрізаєш зелену картошку і от таку красиву, хорошу, да? А зачем? Ми почекаємо декілька хвилин і подивимося на результат І я розкажу для чого це я зробив Але, шановні друзі, найголовніше, що ми повинні запам'ятати Це правило номер один правильного вибору картоплі, в тому числі і молодої Це щоб вона не була на сонці Розхоже правило, от накопали картоплі, розклали по двору Іх нехай сушиться на сонечні Абсолютно цього не можна робити Тому що за один день вміст соланіну збільшується, якщо вона на сонці знаходиться У декілька разів він може становити до 0,7% загальної маси картоплі А це дуже погано І потім, якщо ми купуємо картоплю, наприклад, на базарі То теж треба дивитися, щоб вона була в тіні, а не на сонці Так от, якщо посрізати ось це все зелене То ми і соланіни з картошки удалимо? Знаєш, Надійко, це міф Якщо ми почнемо зрізати зелені частини з картоплі То ми не позбудемося соланіну, тому що він має здатність проникати у товщу всього плоду І краще все ж таки не вживати такої картоплі і не купувати Зелені плями вже говорять про те, що тут є соланін І якщо вона продається на сонці Якщо вона лежить на сонці То це теж говорить про те, що навіть якщо плями ще зелені не з'явилися То соланін там перевищує допустимий вміст у декілька разів Це безумовно Значить, треба обращати особливе увагу на те, в якій упаковці продається картошка Якби американці подивилися, в яких умовах продається в Україні картопля Вони б схопилися за голову І вони хопаються за голову, коли приїжджають до нас в Україну Тому що ось в Америці таких упаковок уже давно немає У Західній Європі картоплю прийнято продавати у полотняних мішечках Невеликими порціями, від 1 до 3 кілограмів Щоб я радив робити і нашим людям Ну якщо вже у нас немає поки що такої упаковки Вона була б, мабуть, дуже дорога Мішечок би коштував, мабуть, так само, як сам продукт Але все ж таки, якщо ви купуєте То купуйте не мішками, а по 2-3 кілограми І зберігайте картоплю у холодному, темному місці Тобто найкращий варіант – це холодильник Ну ти розумієш, що ти зараз взагалі розрушив наше представлення Ведь багато наші люди викапують картоплю І сажають сперва її на огороді Потім викапують і зберіють Так що вони ядом, що ли, запасаються? Справа в тому, що запасаються вже зрілою картоплею Не молодою, в мішки І в льох, у погріб Або на овочебазах Але ця стара картопля Коли починає проростати Вона вже не має жодної вітамінної цінності Жодних поживних речовин У цьому плоду немає І коли починають рости ось такі паростки На них теж виділяється енергія Від картоплі І для того, щоб захистити ці паростки Ця бульба Виділяє соланін Тому що це захист Щоб ось ці паростки були сильні Здорові і дали нове життя для картоплю Їсти її не бажано Вона дуже добра для посадки До речі, я забув сказати От ви знаєте, якщо зелена картопля вам трапилася Особливо стара То це теж дуже гарний посадковий матеріал Тому що таким чином Майбутні плоди будуть убезпечені Є така вірогідність Від шкідників І ось такий дірок ми не побачимо І також не буде фітофторозу Це ще одна хвороба Розповсюджена для картоплі Фітофтороз – це розвиток грибка Фітофтори Ось у нас тут є такий зразочок Навіть на молодій картоплі Що таке фітофтора? Це такий грибок, який проникає всередину Зовні його можна відрізнити Коли ми розрізаємо Ми бачимо такі коричневі плями Одна така заражена картопля Може заразити весь мішок Весь урожай Якщо в Кагаті є ось такий підлий Екземпляр То він уже заразить Людина від цього теж не помирає Але ані смаку, ані користі від цього не буде Ну і зазвичай, коли ми розрізаємо картоплину Бачимо ці коричневі плями То ми їх видаляємо Тобто всю картошку вибрасувати не треба Але обов'язково обрізати Слушай, ну ти таке розповідаєш Про молодую картошку теж Може вообще її не їсть лучше Навпаки, треба їсти Але правильно її обирайте Вона має бути середніх розмірів Невелика, немала Ну, наприклад, ось такий ідеальний варіант Щоб не було зелених плям Якщо дуже велика картопля Надіка, що це може бути? Як ти думаєш? Що її легше чистити Звичайно, це легше чистить Але тут залежить і від сорту Все ж таки можуть спеціально вивезти сорт Але все ж таки, я думаю Є така вірогідність Що при вирощуванні такої картоплі Молодої і дуже велика Застосували забагато хімії Виробники Це нітрати А нітрати, як можна розпізнати? Декількома простими тестами Ну, по-перше Якщо ми візьмемо картоплину І на базарі, ось так потремо нігтем Якщо, ось, не треба далеко ходити Рідина відділяється Миттєво А що це значить? Це означає, що при вирощуванні такої картоплі Хімікатів було застосовано забагато І ці нітрати, вони очевидні Це забагато рідини Я можу для порівняння Ось тут їх буде менше Тут взагалі сухо А тут водичка Другий Ну, звісно, якщо продавець розрішить Покупець завжди правий Не продавець, а покупець Якщо продавець картоплі не дозволяє вам її тестувати Ідіть до іншого Що ви тут ковиряєтесь, от так от, може сказати? Не можна так говорити Вони, більше того, вони зобов'язані Ці продавці дозволити нам Якщо у нас є таке бажання Прямо на ринку, у магазині Розрізати картоплину І подивитися, що з нею відбувається Чому я розрізав цю картоплю? Якщо протягом 5-10 хвилин Картопля майже на ваших очах Починає тимніти Це теж показник того, що при її вирощуванні Застосували забагато хімікатів І у такій картоплі багато нітратів Які пізніше, при зберіганні подібної картоплі Перетворюються на нітрити А це вже серйозний сигнал Що наше здоров'я не покращиться А навпаки стане набагато гіршим Зверни увагу Наш експеримент Декілька хвилин тому я розрізав І що ми маємо? Одна картопелька білесенька Такою і залишається протягом 10 хвилин А інша потемніла І це доказує, що в ній є хімікати? Якщо дуже швидко потемніла То це доводить, що Нітрати вступили в реакцію Із повітрям І дуже швидко ось такий маємо результат Але навіть це не смертельно Якщо проварити Таку нітратну картоплю Мінімум 30 хвилин Півгодини, то нітрати зникають І нітрити теж зникнуть Але що за півгодини зробиться з картоплею? Вітаміни всі погинуть Поживні речовини зникнуть І залишиться незрозумілий смак Я б сказав, не смак Слушай, ну мені дуже подобається ідея Коли ти нас учив правильно вибирати молоді овощи і зелень Коли ти сказав, що можна відмачувати в холодній воді Наприклад, ті ж листі салата, які ми принесли з ринку А може і картошку так можна, знаєш, замочити в воді Нітрати вийдуть, а потім вже її варити Іліоня, водянисті стане Вийде 30% нітратів А більшість залишиться Все ж таки надійніший спосіб саме для картопли Це проварювання А ще більш надійний спосіб Це правильно купувати Наші помічники купували ось ці зразки, це з нового ворожаю 15 гривень кілограм Цілий мішечок отакого принесли Це вже з скидкою Це жах Кстати, якщо ми вибрали правильно картошку Це ще не значить, що ми її правильно приготуваємо Вообще, существує такий полуміф о тому, що молода картошка годиться тільки для варки Правильно? На самом деле, оказывається, що технологія приготування молодої картошки Во многом зависит от її сорта І якщо ми знаємо правильно, який сорт выбирати То ми потім зможемо її дуже вкусно і правильно приготувати У нас є настоящий експерт, гениальний повар Который нас сьогодні научить правильно готувати молодую картошку Дождіть зустрічі з ектором А ми продовжаємо наш розговор о том, як все-таки обезпрацювати себе От той опасності, которую може прийнести молодая картошка Надійка, я ще не все розповів Ось, наприклад, шкідники Знову ж таки, коли ми бачимо отаку пошкоджену картошку, то вона захищається Вона виробляє солонін від цих шкідників, які вже почали її гризти Ось молодесенька, вона вже ушкоджена Значить солоніну тут забагато І ніяке обрезання, так би мовити, вибачте за таке слово Соспадіння Не допоможе І ще, дивіться, якщо ми бачимо на молодій картоплі, або на будь-якій, ось такі чорні цяточки Це говорить про те, що її поїла дротянка Знаєш, такі там цілі тунелі розрізаєш інколи, і ми бачимо То для того, щоб воно не потрапило в їжу, нам треба це обрезати А якщо ми обрезаємо, то мало то, що шкірочку треба зняти Обрезаємо це, що залишити? Нічого Такі плоди краще взагалі залишити продавцеві Якщо вони мають совість таке продавати, тому що така картопля вся всередині буде поточена Далі Дуже часто, особливо недосвідчені молоді чоловіки, хочуть порадувати дружин і купують картоплю Ох, я зробив подвиг, я приніс багато картоплі Але вона виявляється технічною Тому що безсовісні продавці інколи продають замість харчової картоплі технічну Як її відрізнити? Ну, по-перше, на ній дуже багато вічок Це технічне, да? Це технічне, якщо вічок десяток, а той більше, то це технічна картопля А подивись на ідеальну картоплю Глазки – це ось ці штучки, з яких потім ці росточки повиростають? Тут достатньо порахувати, тут штук п'ять є багато, раз, два, навіть чотири наочно, а тут вже десяток Така картопля вирощується для виробництва крахмалю, для годівлі худоби, наприклад Така технічна картопля, вона абсолютно не смачна, вона і не шкідлива, але і не корисна А какую картошку молодую краще вибирати? Отечественную или імпортную? Как ти вважаєш? З одного боку, та наша вітчизняна картопля, ми всі патріоти, здається, якщо вирощена в Україні, то вона краще Але ми не знаємо, навіть якщо бабця на городі її вирощує, то за допомогою яких хімікатів? Як вона її сушила? Чи на сонці, чи не на сонці? Тому що традиції ж зберігаються І продають на вагах і теж на відкритому повітрі А от якщо картопля потрапляє в Україну за кордону, то тут є хоч якась гарантія, що вона перевірялася відповідними органами Що на неї є сертифікат якості, що вона перевірена на вміст нітратів, ну хочеться в це вірити І тут випливає ще одне правило, про яке ми, до речі, сьогодні ще не згадали Це купуючи картоплю, навіть на ринку, вимагайте у продавця сертифікат якості Да ти що, і на картошку? Безумовно, безумовно, якщо такого документа немає, це перший сигнал, що можливо з цим продуктом щось стане гарант Костя, огромное тебе спасибо, ну хто би мог подумати, в такому привычному для нас продукті, як картошка кроється стільки загадок І я тебе дуже благодарна, як і всі наші зрители, за те, що тепер ми будемо знати, чим хороша картошка... Утю викинь, зелену не... Нет, отличається от ядовитой, така нам не нужна, а с этой ми сьогодні ще узнаем, що можна зробити, і що вкусному можна зробити з картошки Обязательно дождитесь третий сектор. Спасибо тебе, Абрама Дякую Ваша знакомая похвасталась, що після сеанса масажу в салоні похудела на 3 кг, а у вас немає можливості обратитися до спеціалісту Не огорчайтесь, сьогодні у мене в гостях професіональний масажист Елена Ткаченко, її допомога Оксана І вони научат нас, як робити масаж для похудення вдома Здравствуйте Спасибо, що прийшли Олена Ткаченко, економіст за фахом, вже 14 років віддала професійному масажу Класичний, антицеллюлітний, медовий, лімфодренажний Секрети збирала по всьому світу За стоунтерапією, масаж гарячим камінням, їздила аж до Америки А тайського масажу навчалася в Таїланді, в Буддійському монастирі Тепер переймати майстерність до Олени приїжджають спеціалісти зі спа-курортів Криму та Трускавця А два роки тому Олена Ткаченко просто таки врятувала Миколу Ворошнова Тоді ще майбутньо перемості шоу зважені та щасливі Команда червоник виграла похід до спа-салону, в якому працювала Олена Зараз Олена викладач курсів з різних видів масажу та естетичної корекції фігури Тож кращого експерта у питанні схуднення годі шукати Я вижу по вашим подтянутым фигурам, що масаж для похудення действует І ли дело не тільки в масаже? Масаж є мощним фактором в формуванні в естетичній фігури Якщо правильно регулярно виконувати приїми самомумассажа То ми через місяць можемо не досчитати нескільки кілограмів А також увидим улучшення состояния нашої кожи Но можем ли ми вдома с помощью самомумассажа достичь такого же эффекта Як обратившись в спеціалісту в салон? Неоспоримым преимуществом самомумассажа є то, що ви не тратите гроші на спеціаліста, на салон Тому що масаж для похудення в салоні стоить от 300 гривень Ви його можете виконувати вдома, сидя у телевізора, в удобній обстановці, в привычній для вас Смотря передачу, все буде добре Есть ли противопоказання к цій процедурі? Якщо у вас нарушення кожних покровів в обрабатываемій зоні, які-либо інфекційні кожні заболівання, Якщо ви температурите, у вас острі распираторні заболівання, також избегайте місця І де-то 3-5 дні після выздоровлення Какі зони тела ми можемо улучшити с помощью самомумассажа дома? Те зони, до которых ми можемо достати Це околоколенні зони, які часто беспокоїть нас Це передня поверхні бедра Це руки, які також можуть нас... Огорчати Огорчати, правильно І массаж шеї, массаж двойного підбородка і шеї Що, кроме собственного тела несовершеного, нам понадобиться для самомумассажа? Понадобиться массажное масло Или же массажный крем Я, например, готова делать Вы будете вместе с нами? Да! І ви, конечно, тож, потому що, расположившись дома напротив телевизора Во время программы «Все буду добра» Ви вже можете приступити к первому сеансу самомумассажа Для этого нам нужно сесть Начинаємо массаж з поглаживання Ммм, сразу з приятного Спинка должна быть ровна Для этого нужно или облокотиться на какую-либо поверхность Или лучше подложить даже валик или подушечку под поясничную зону Чтобы вы, конечно, чувствовали себя комфортно И спинка была не напряжена Значит, массаж начинаем с поглаживания ноги Мы тем самым успокаиваем наши ткани Все поглаживания проходят снизу вверх по направлению лимфотока А какое количество масла нужно использовать? Вот сейчас Оксана это делает Руки должны скользить по коже Но масло не должно стекать, конечно, вот Чтобы все-таки чувствовалось трение небольшое И чтобы не стать жирной из-за самомассажа Да, по сухой коже, конечно, очень некомфортно Мы тянем кожу, тем самым мы ее можем растянуть Самомассаж нужно делать все-таки по голому телу, да? Да, безусловно Массаж начинаем с околоколенной зоны Именно в этой области часто скапливается ненужный жир, морщины образуются Да, застольные отечные явления, жировые отложения Ножка должна быть не приподнята, а лежать Тогда у нас сразу вырисуются все наши недостатки Ножки расслаблены и начинаем поглаживающие движения вокруг суставчика коленного Видно, Оксаночка, что самомассаж ты делаешь регулярно В прекрасной физической форме находится Спасибо Делаем поглаживающие круговые движения около сустава И затем начинаем подушечками больших пальцев Разминать кожу вокруг коленного сустава Сколько нужно сделать поглаживаний, прежде чем перейти к разминаниям? Семь, восемь до десяти круговых движений И начинаем разминать Разминаем где-то минуту-полторы Этого достаточно И переходим, если, конечно, есть такая проблемная зона, как внутренняя поверхность Я перехожу, безусловно Если у вас есть такая проблема, как отложения жировые в внутренней части около коленной зоны То прошу вас уделить им больше внимания И массировать вот такими вот захватывающими движениями, разминая жировые отложения Лена, а действует ли тут правило, чем больше жира, тем больше давим? Давить, в общем-то, не рекомендуется Главное, разминать, чтобы хорошо-хорошо разогреть кожу А как определить по внешнему виду кожи, что я вот достаточно уже ее разогрела? Вы будете чувствовать, во-первых, тепло в обрабатываемой зоне Можете почувствовать даже покалывание или зуд И это, в общем-то, касается не только самомассажа Если вам делают массаж, вы чувствуете зуд, не пугайтесь Это нормально, это хорошо Это вы заставили кровь работать, и кровоток улучшился Такой самомассаж для похудения, а мы именно эту цель преследуем Можно считать и антицеллюлитным? Да, безусловно И вот когда я ходила на сеанс к специалисту, который делал мне антицеллюлитный массаж То мне было сказано, что обязательно должны появляться синяки Если синяков не появляется, то целлюлит никуда не исчезнет Слыхали такое? Позволю себе не согласиться с этим мастером Потому что в идеальном случае синяков быть не должно Не должно То есть мы не должны себе делать больно во время массажа? Нет, мы не должны себе делать больно Но, опять-таки, оговорюсь, если же есть проблемные действительно места Если целлюлит наблюдается отечный, пастозный, где-то третьей-четвертой стадии Вот, это безусловно, это болезненные ткани Там даже массаж не нужно делать, а просто вот сделай легкие прикосновения И уже будет больно Наверное, нужно к врачу в таком случае сперва обратиться Безусловно, идти к врачу Потому что уже в такой стадии идет и отечность ног, и сосудистые нарушения Поэтому только после консультации с врачом Мы разминаем эту внутреннюю часть 2-3 минутки Нам достаточно, вы сразу почувствуете, она стала горячая и мягкая После этого мы хорошо-хорошо растираем вокруг суставчика Интенсивно растираем до появления легкой гиперемии, то есть покраснения И основаниями ладоней выжимаем сюда, к подколенной зоне, где у нас расположены лимфоузлы Все это аккуратненько выжимаем и заканчиваем поглаживаниями легкими Ну вот мне прям интересно, вот я так сделала, куда лишняя жидкость ушла? Она ушла сюда, к лимфоузлам, мы направили ее, чтобы потом естественным путем это все выходило через почки Все, теперь более понятно стало Следующий этап, это у нас массаж нашей бедренной части Не менее проблемной зоны, к сожалению Значит, массаж начинаем также с поглаживания Делаем легкие поглаживания снизу вверх Переходим к более энергичным, тем самым подготавливаем нашу кожу к более интенсивному воздействию Следующий прием, так называемое валяние Мы захватываем нашу мышцу с двух сторон И вот таким образом мы ее перекатываем, леволяем Вот, и продвигаемся понемножку снизу вверх Тем самым мы также подготавливаем кожу, расслабляем наши мышцы После этого мы начинаем разминание делать подушечками больших пальцев обеих рук По направлению снизу вверх и сверху вниз Чтобы вы охватили все участки ноги, условно можно разделить на наружную поверхность бедра По верхнюю и внутреннюю И пройтись по этой стороне 3-5 раз Также по этой линии и по внутренней После этого приема уже более интенсивно мы можем делать разминание фалангами обеих рук Вот таким образом круговые движения точно так же по этим же условным линиям Таким образом мы охватываем всю поверхность Ножка обязательно должна быть расслаблена на напряженную мышцу Ну, немного дискомфортные А в целом мы должны получать удовольствие Конечно, безусловно Но стоит ли вот делать, буду делать час массаж ноги, чтобы быстрее похудеть с помощью массажа? Можно, безусловно, делать час 30 минут это тот минимум, который вы можете уделять Можете делать час Вот вы сидите, смотрите программу «Все будет добре» и делаете самомассаж И эффект будет больше Так, следующий прием это те же разминания, но основаниями ладони Это уже более интенсивный прием Вот таким образом круговыми движениями вращательными, как показывает Оксаночка Очень хорошо разминается Это уже более интенсивное и глубокое разминание Возможно, нога еще не стала худой, но теплой она уже точно стала, разогрела Во время массажа также проводится легкий пилинг кожи Кожа очищается Кроме этого, когда идет прилив крови к поверхности кожи, идет выработка коллагена и эластина Это наш природный белок, который отвечает за упругость и эластичность кожи Самомассаж можно делать каждый день в удобное для вас время После этого приема мы в завершении массажа кулачками разогреваем интенсивно круговыми движениями Ладошка, пальчик в сторону Охватываем этот пальчик и закрываем И таким образом мы хорошо-хорошо растираем интенсивно Это очень интенсивный прием Да, аж до костей подъем Очень действенный, да Вот, его уже лучше выполнять, когда наша кожа хорошо разогрета И еще один очень важный прием, когда вот наша внутренняя поверхность бедра Очень трудно поддающаяся коррекции Здесь мы также можем поработать вот таким вот приемом Мы охватываем полностью мышцу внутренней поверхности бедра И вот таким образом, как вымешивая тесто, мы ее массируем хорошо Ох и тесто, я вам скажу Прям дрожжевое Все, после этого разминания интенсивного мы заканчиваем массаж Опять-таки поглаживанием, легкими выжиманиями от коленного сустава вверх И поглаживая кожу, завершаем наш массаж С ногами все? С ногами все Переходим к массажу живота Массаж живота можно выполнять лежа Но в таком случае вам нужно будет согнуть коленки Или же подложить валик под колени Чтобы не было натяжения мышц Руки должны быть опущены как минимум до локтей То есть, чтобы эта зона была свободно расслаблена И вы могли здесь складочку взять Вот, ну мы встанем и будем показывать стоя Начинаем массаж с того, что мы основанием ладони И слегка, слегка буквально надавливаем себе на... Здесь в районе солнечного сплетения Где у нас пучок, также лимфоузлов И слегка вот 2-3 раза по часовой стрелке Немножко простимулируем Вот, таким образом 2-3 раза И погладили по часовой стрелке животик А почему по часовой? Можно двумя руками А потому что, Надюша, так устроен наш организм Пища наша движется по часовой стрелке Мы же не хотим ее направить в обратном направлении? Нет Вот, поэтому на это золотое правило массажа живота Все движения проводим по часовой стрелке Наша рабочая зона Это пальчика 3-4 ниже пупка И пальчика 3 выше пупка То есть, ниже мы не спускаемся Ну и выше, соответственно, тоже Вот, это наша рабочая поверхность Мы берем складочку живота С любой, слева или справа Берем складочку И вот таким образом мы ее массируем Перекатываем А в Сане, к сожалению, нечего массировать Да, если бы у всех были такие животы, я была бы без работы И продвигаем снизу вверх, а потом сверху вниз Потом сдвигаемся чуть в сторону И точно так же снизу вверх, сверху вниз Это что же получается? У нас будет вот тут вот такая идеальная полоса без жира А здесь по-прежнему будет все нависать Не волнуйся, Надюша, он уйдет оттуда, если здесь ничего не будет Свято место, пусто не бывает Я поняла И так мы постепенно удалим весь жир Но только в случае, если кроме массажа мы будем еще правильно питаться и активно двигаться Это золотое правило Точно так же мы можем это сделать по нижней горизонтальной линии Продвигаясь вверх по средней линии и чуть выше Вот таким образом мы прокатываем и хорошо, в общем-то, с давлением Не жалеем себя, конечно, ну и не делаем себе очень больно То есть если у вас есть то, что мы называем спасательным кругом вокруг живота Как раз массаж живота и будет очень полезен Сколько минут нужно вот так вот щипать, уничтожать жир? До 10 минут, 7-10 минут мы можем уделять внимание нашему животу Значит, после этих приемов, которые мы показали Мы в завершении массажа делаем ребрами ладоней вот такие вот движения Формируя тем самым также складочку И вот перетирая ее И тем не менее мы еще делаем вот такие вот растирания И в конце погладили животик опять-таки по часовой стрелке И пошли есть Да, не забываем также о косы мышцах живота Которые точно так же прокатываем Хорошо Переходим к ручкам Да Руки начинаем также с поглаживания Можно даже чуть-чуть сделать растирание Начинаем массаж с плечевого сустава Я так понимаю, что мужчины в этом смысле не отличаются от женщин Руки, ноги и жир в них тоже есть Значит, и мужчины тоже могут делать такой самомассаж Это улучшает и кровоток И мы активизируем лимфосистему Это только плюс для нашего здоровья Следующим основным приемом является Мы охватываем нашу зону трицепса Пальчик мы не отставляем в сторону Ладошка у нас Таким образом И оттягиваем на себя вот эту вот складочку Прямо вот на себя, хорошо-хорошо, подхватывая ее пальчиками Вы сразу можете увидеть легкое покраснение И следующий прием, очень похожий на предыдущий То же самое мы выполняем отсюда, снизу вверх Но сейчас мы уже пальчик можем отставить И он нам даже будет помогать Вот таким образом Дальше мы растираем всю ручку Локтевой суставчик Хорошо-хорошо, интенсивно растираем Выжимаем вот таким кольцеобразным движением Все сюда вверх к лимфоузлам И заканчиваем поглаживанием 4-5 минут уходит на ручку И настроение улучшается от самомассажа Понравилось? Да Обращаясь к специалисту Мы обычно получаем рекомендацию Сделать курс массажа 10-15 сеансов А для домашнего самомассажа какое правило? Для домашнего массажа практически существует тоже правило Можно выполнить курс 10-15 каждый день или через день Потом можно сделать небольшой перерыв Ну, на месяц Вот, затем можно продолжить Постоянно, каждый день делать массаж В общем-то не рекомендуется Так как наша кожа, ткани привыкают к этому постоянному воздействию И уже, конечно, нет такого эффекта Спасибо, Лена, спасибо, Оксана За помощь и полезные советы Правильный самомассаж полезен для здоровья И помогает похудеть Информация о том, что молодой картофель Может навредить здоровью Просто возмутила моего друга Эктора Хименеса Брава После услышанного от Кости Грубича Он решил никому не доверять Выбор продуктов для своего любимого блюда Который он часто готовит для друзей Что ж, Эктор отправился на рынок за продуктами Что из этого получилось, мы с вами сейчас увидим Настав сезон готовить со свежих овощей и фруктами И сейчас мы на рынке, чтобы купить абсолютно все Для приготовления вкусной стравы Сегодня я собираюсь научить вас всем секретам То же ваша кухня будет Вполне таким ароматом Что вы выразите абсолютно всех своих гостей Тоже будьте очень внимательны, чтобы услышать все мои секреты Мы на базаре, где вы найдете все самое свежее Самое такое, как нужно Здравствуйте Я хочу картошку Очень красиво Я хочу маленький Как вот это Я чуть-чуть маленький Посмотри, вот это Вот это очень маленький Вот это картошка Дуже маленькая Вы можете приготовить ее дома Та вона еще не дозрела Тож, особисто я не став би ее обирать Тому что вона еще недостатньо солодка А это главная якість молодой картошки Тож я ее не брати могу А такая? О, да Хорошо Ось ця картошка Как раз для страви, которую я сегодня приготовлю с надеей Саме те, что я шукал Молода картошка має бути однакового размера Вы можете взять и таку Та вам доведеться ее резать на части Бо вона больше Я раджу, если вы собираетесь приготовить хромку картоплю дома Використовуйте такого размера И важно, чтобы она была белая, без зелених плям и тверда Когда она мягкая, это означает, что она убрала за много родины И купить такую я не раджу А такая, как эта, будет очень хромкая после приготовления Покажу, какую я нашел тут картоплину Так, чтобы продавчиня не видела Я не раджу купить такую, потому что она быстро зипсуется Главная особенность молодой картошки в том, что ее не можно долго зберегать Приготуйте ее, как только принесете с рынка, а в ближчие три дня Позже она уже не будет такой полезной и вкусной Зберегайте ее в холодильнику в паперовом пакете В таком случае она сохранит свежесть и сладкий смак, за который мы ее и любим На рынке люди спілкуються с инозенцами английской Почуваюсь, как в доме Когда я выбираю картошку, я беру одинаковую за размером А если шкерка отстает, то это нормально для молодой картошки Как ваша имя? Вера 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 Приятно познакомиться, Вера Картопля коштует 30, та мені продали за 10 Я погано розмовляю російською, та мені вдалося сторгуватися Где моя скидка? Мы выбрали гарное место, чтобы купить картошку Я кладу ее сюда Берите с собой сумку на рынке, чтобы не использовать много полиэтиленовых пакетов Тож я уже выбрал картошку, и есть мой подарок Креп Креп – неулюбленіша зелень украинцям Ви використовуєте его очень часто, и мне подобается смак Продавчиня сказала добавить его к картошку Я певер, вона знает, как лучше приготовить картошку, раз вона ее выращивает Спасибо большое Спасибо Здравствуйте Петрушка, петрушка, я хочу петрушку Петрушка есть Есть Ну, укроп не надо Только петрушка Дуже важливо, аби зелень була темного кольору, не світлого Коли обираєте будь-які трави, петрушку, кріп, руколу, важливо аби вони були найсвіжішими Аромат має бути таким, що вдихаючи його закритими очима, ви подумки переносите на поля Це ознака того, що можна купувати Коли купуєте петрушку, зверніть увагу на стебло Воно має ламатись Це означає, що зелень свіжа Тож кожного разу перевіряйте на хрус зеленя, кукупуєте Сколько? Пять Пять Для вас три Оооо Спасибо большое Спасибо Да? Конечно Для дочери На повара навчалася Да? Где? На Києві навчалася На Києві? Юля Юля Да Спасибо Окей, три гривень Нина Спасибо большое Спасибо Здравствуйте, здравствуйте Смотрим вас постоянно Да? Спасибо Как ваша Ваше зелене лук Как ваше зелене лук Да? Олежно? Вопрос Почему Вы купите здесь? Здесь? Много лет Много лет Сколько лет? Десять Десять? Да Потому что подходит Все свежее Все хорошее Всегда свежее Зелене есть та, которая не везде есть Да? Я не посчитаю сейчас Нет, посчитайте А то сейчас все будет бесплатно Ну да Хорошо Это все свежее Да Овощи Селене А это кирсалат Кирсалат Да Любит? Да И для плова И так Как вы готовите? Нет, это просто свежее Просто? Свежее Много зелень Чуть-чуть лимонный сок Да Да Чуть-чуть оливкового масла Спасибо И все Соль Перец Смажного Спасибо Большое Приятно познакомиться А вы мне автограф поставите? Она у меня выпускница в этом году Вчера был последний звоночек Имя? Аня Аня Анна, Анюта, Анна Анита Сколько я Анита? На испанский Анита Это Маленький Анна Ты знаешь? Маленький Поэтому я слушаю Да Хорошо Спасибо большое Спасибо Окей Я хочу Селеный лук Как? Отличный Правда Хороший Это украинский? Украинский Огородник Вчера русло Какой Режон Броварской Да Броварской Это хорошо Каждый раз, выбирая зелену цибулю Зверните внимание, чтобы перья не были сломаны Иногда, конечно, листья гнется при транспортировании Это нормально Но оно должно быть соковито и зелено Перья должно стоять и не падать Если оно падает, значит цибуля долго пролежала на солнце Но если у вас нет возможности купить другую Занурьте ее дома в криженую воду и она восстановится Люба Люба сказала мне, что цибулька из броварей Я кушал в железь звезды Смачная Я раджу также обратить внимание на зриз цибули Он не должен быть сухим Если он соковитый и свежий, значит это та цибуля, которую мы шукаем Сколько? Такие люди, как Люба, знают, как залучить покупцев В ней уже есть клиенты, что скуповываются в ней 10 лет Это очень хорошо, потому что она знает, как догадить покупцев Спасибо большое, но мне не надо Вот это Спасибо и вам Приятно познакомиться Спасибо 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 Я хочу чеснок Чеснок? Да Вот это вот молодой Да, 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 я знаю А это уже вырос Ок Здесь есть и крупные голова Да Здесь есть крупные Да, 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 да Убалденок такой, да? Когда выберете чеснок, он должен быть красивым и важеньким Если он будет легким и вы оставите его на долгое время, он ссохнется Розкрытый, чувал аромат Если в середине вы увидите эти зеленые штучки, не покупайте его, потому что он будет гиркий Она предлагает молодой чеснок, он очень саковитый, и аромат от него держится дольше от обычного Этот чеснок очень хороший, еще одна ознака, у него сохраняется корень Это означает, что он не с Китой, потому что там корень всегда срезают Сколько? Пять и пять Десять Это очень дорого Где моя скидка? Пожалуйста На скидку? Семь гривен Семь? Пять Все, хорошо Пять гривен Приятно познакомиться Спасибо Жерас нам треба купить лимон Тут у нас два види, жовтий лимон и зеленый лайн Лайн, на жаль, дорожче в Украине, та для нашего рецепта он не понадобится Тож, уважайте законома Я вижу тут хорошие лимоны Здравствуйте, как дела? Спасибо Спасибо Я смотрю Хорошо Ооо Дуже важливо их торкнутися и переконать, что они твердые Но не за надто, потому что будут сухие в середине Этот очень мягкий, как у меня Я куплю твердейший Как это? Зверніть увагу на розмяк Кажуть, у меньшей упаковки дорожчий подарунок Так и тут Чим меньше лимон, тем ароматнейший Також зверніть увагу Якщо є чорні цятки, ви маєте переконатись, що вони лише зверху Якщо вони заглиблюються всередину, значить в лимоні живуть шкідники Стосовно лимону Він схожий на лимон того ж семейства Якщо він затвердей, просто покрутить його отак, і він стане соковитішим і м'якишим Много работы сьогодні, а? Работим можно Это хорошо Есть покупатели, слава Богу Да Это самое главное, спасибо, что вы к нам пришли Спасибо Я хочу лимон Да, просто забирайте, пожалуйста Хорошо Сколько? Вот это? Подарок Я хочу тебе джинь Спасибо большое, но я хочу знать цифрой 30 гривень килограмм 30 гривень О, это очень дорогой, какое страна? А, Испания И вот это? Лайм 60 гривень килограмм Какая страна? Мексика Мексика 30 и? 60 60 Да, закупа Да Это не одна зависти Это то, про что я сказала Субтитры Субтитры И просто сейчас Планую все это приготовить Итак, встречайте Субтитры Розмарин У меня с роботы И я продаю вас продукты А вот это картошка Это рынок Нужно торговаться Но нам нужно все это помыть Кладемо все в глубокую миску И ретельно миємо Продукты все вымыты, которые нужно, но появляются еще какие-то продукты Не с рынка, которые ты на моей кухне тут нашел Субтитры Я взял биле вино Субтитры 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 Ты, наверное, на многих рынках бывал в разных странах Что запомнилось? Украинский рынок Схожий на европейский Там были овощи и фрукты Из всего света Я пытался скуштовать украинский Но еще не сезон Сейчас сезон только для полуницы Херсонская очень вкусная Также я куштовал кавун из Греции Мне сказали, что я приходил в конце лета на украинские кавуни У меня есть подруга, которая знает все рынки в городе И вот у нее за мясом нужно ехать на один рынок А вот картошку лучше покупать у бабушки, которая обычно бывает на том рынке А вот еще какой-то продукт на другом Ты тоже вот можешь объехать весь город в поисках тех продуктов, которые тебе по душе Если вы идете на рынок, сделайте это правильно Не поспешайте куповать Поспілкуйтесь с людьми, покуштуйте, что вам предлагают и проявите пильность Сегодня я познакомился с первой У меня уже 10 лет покупают овощи в одния и той же жители Налагоджуйте связки с продавцем Намагайтеся найти людину, яка вам радитиме, что смачнейше Яка робитиме вам знижки Додаймо цедру лимона Я слышала, что в Таиланде есть рынок, на котором прямо с лодок торгуют Или рынок сыра, где только сыры, но самые разнообразные продают Но ты много путешествуешь, наверняка видел, посещал такие интересные рынки Найбільше меня удивили азиатские базары Там можно купить все Наверное мясо крокодила Змьи, комахи Нам нужно порезать зелену цибулю А в Гонконзе есть базар, что специализуется на рыбе и морепродуктах Это какая-то божевелья Там находишь все А я представляю, какие рыбные рынки, например, в Японии Ты еще не бывал в Японии? Бывал? В Японии есть рынок, на котором продают все для выпечки От борошна до будь-чого Эта страна сейчас одна из первых по выпечке А в Малайзии я вижу на базаре бочки с тарганаву С жабами и с гусеницами Я смотрелся и думал, кто же это купить? А люди подходили и брали Ну а помнишь, как тебе мама муравьев везла? Да, конечно Комахисти я уже звук С голоду не помрал Ну ты знаешь, актер, что у нас тоже бывает такое, что съешь какое-нибудь насекомое Но это если не доглядишь, и оно попадет в блюдо Ну и мне кажется, что не всех же все-таки насекомых можно есть Но у нас в Украине съедобных какие? Пока он молодой Он сейчас полезный Представляете, соус для картошки пахнет вином Теперь додаю цебулю Усе перемешаю Но тихонько, потому что лук очень нежный, да? Допоможи мне Руками? Так, руками Теперь чайную ложку лимонного соку И все это въемность для духовки Можно на звичайный деку Трохи олії, она сбережет соковидность и сверху шматочки масла Это хорошо Я знал, что тебе сподобается Ну, откровенно говоря, может быть и нужно было бы воздержаться от сливочного масла Но когда речь идет о молодой картошечке Сливочное масло, это просто то, что нужно Ты права Я помню, в детстве бабушка моя готовила картошку молодую, тоже вот так в кожуре И она тоже была такая маленькая А бабушка же ее на огороде сама выращивала Поэтому она была очень нежная и вкусная И когда она приготовилась со сливочным маслом У нее вот эта кожура становилась такая вкуснющая Что я вообще, я не знаю, мне казалось, я все съем И мне очень хочется сравнить, какая картошечка получится у Эктора Лучше, чем у моей бабушки или... Ну, бабушки... Ну, конечно, я говорю, конечно Отправляем в духовку, розогретую до 220 градусов И залишаем приблизно на 20-25 хвилин Озбройтеся ножем и не вынимайте картошку, Доки не проткнете ее и не впевнитесь, что нож входит легко 220 градусов, а отправляем туда молодой картошечке Или пусть печется минут 20 А каким румяным он получится, мы с вами узнаем очень скоро 20 минут готовится наш молодой картофель в духовке, разогретой до 220 градусов Я уже вижу, какой он румяный Наверное, приготовился Кладем ее в одну тарелку, всем треба делать Из одной тарелки вкуснее, ведь ты говоришь, что ты для друзей часто готовишь это блюдо Прелесть этого блюда еще в том, что картошка подрумянилась, но при этом мы ее не жарили, а готовили в духовке То есть это запеченный картофель, который выглядит, ну просто очень аппетитно Ее можно подавать с мясом, с рыбой або салатом Можно делать и горячий салат Посмотрите, какая красивая картошка получилась Давайте полюбуемся, а я вам пока расскажу, как мы ее готовили Для приготовления запеченного картофеля по рецепту Эктора вам понадобится Молодой картофель, чеснок, лимон, розмарин, оливковое масло, белое вино, сливочное масло, петрушка, зеленый лук, соль и перец Молодой картофель тщательно помыть и разрезать на две части Приготовить соус для блюда Для чего смешайте измельченный чеснок, сок лимона, розмарин, оливковое масло, белое вино, зелень петрушки, соль и перец по вкусу В последнюю очередь добавьте измельченный зеленый лук Соус готов, теперь перемешайте его с молодым картофелем И выкладывайте в форму для выпекания Сверху положите кусочки сливочного масла И отправляйте в духовку, разогретую до 220 градусов Где картофель будет готовиться 20 минут При подаче украсть зеленью петрушки Похоже просто на запеченный картофель Но я знаю, что здесь такое многообразие вкусов и ароматов Что это будет совершенно новое блюдо В какой бы части света не ел такую картофель Завжди появляется ощущение дома Конечно, это настоящее домашнее блюдо Но это отнюдь не мешает нам фантазировать И воплощать в жизнь новые идеи Конечно, благодаря Эктору Я даже не буду ждать, когда ты себе положишь Я хочу скорее, скорее попробовать Я тебе скажу... Впервые в жизни я ем просто печеную картошку И говорю, после этого блюда остается прекрасное послевкусие Вот действительно, послевкусие, как после хорошего вина Потому что соус очень оригинальный Это настоящий шедевр Огромное тебе спасибо Спасибо Говорят, милые броняцы только тешатся Но на самом деле люди, которые часто ссорятся, со временем обязательно расстаются Поэтому нужно уметь ссориться по правилам Эти правила нам поможет сегодня усвоить наш эксперт Наталья Холоденко Встречайте И еще рада сообщить, что сегодня у меня в гостях настоящие мужчины Мой друг и эксперт Тарас Шпира Мастер на все руки Замечательный шоумен Блистательный человек Просто человек Праздник Дмитрий Каледенко Здравствуйте И еще один Дмитрий Это хореограф Дмитрий Декусар Которого, я уверена, вы все знаете и любите Встречайте Вы у меня в гостях впервые Я этому рада А вы знаете, Наденька, я недавно был в Одессе Кстати, Димон, был у тебя на родине Сижу в отеле Жарко-жарко И смотрю вашу программу Думаю, почему с тобой меня не зовет в программу Все будет хорошо И тут телефонный звонок И я с вами Здравствуйте, друзья Как дела? У каждого человека вырабатывается то ли иммунитет, то ли умение Ссориться Правильно И я прошу вас поделиться своими рецептами Вот если жизнь с любимым человеком превращается в сплошную ссору Что вы делаете для того, чтобы исправить ситуацию? Я очень любил ссориться Люблю и буду любить ссориться, потому что это возбуждает Кстати, моя бывшая любимая жена Часто вспоминает наши ссоры Как я выбрасывал диваны Как я резал платье Как я заклеивал косметику А потом, как мы мирились Вы же понимаете, да? Что если муж и жена ссорятся То это же значит будет хорошее потом... У нас дневное шоу? Говори это слово Короче, у нас будет классный секс потом Вот к чему я вел А ты ради этого вот так устраивал ссоры, чтобы потом получить нужное тебе результат? Начнем с того, что я человек очень ревнивый Я вот, кстати, был у психолога Тарас Психолог я, а не Тарас О, я ж чувствую холоденку Я как раз свободный Замужем? Да Жалко Мужу привет Понятно, что сейчас ни для кого не секрет, что в разные этапы своей жизни вы ссорились с одной и той же женщиной Я не люблю просто конфликты Я считаю, что если пара слишком много ссорится, то тут надо просто расставаться И не мучать ни себя, ни окружающих Скажи, вы ссорились? Нет Нет, но расстались Вот А я ссорился, но тоже расстался Возможно, дело не в мужчинах Тарас, ну у тебя прекрасная семья, я знаю твою супругу, вы замечательные дети Ну не может быть, чтобы вы не ссорились Ну конечно же ссоримся И? Вопрос в том, как эти ссоры заканчиваются и к чему приходит пара в итоге Я даже не представляю, есть две пары в жизни моей, с которыми мы общаемся, дружим и так далее Они не ссорятся между собой, да нету вот этой эмоциональной какой-то искры, из-за которой загорается одежда Один и второй, но в то же время такое ощущение, что они постоянно кушают постную еду Нету каких-то волнительных моментов, романтики Да не говори ты о других, ты расскажи, как у тебя в семье Не, ну я не могу все выносить, вот если у ребят и так все показывают Не выноси все, только ссоры из избы Тарас, я врубился, когда есть отрицательная энергия, я приношу ее домой И если я никуда ее не выплесну, вот не поругаюсь с женой, да? Почему ты мусор не вынесла? Почему ты... Это женский вопрос, Калиденка Почему ты мусор, Юль? Почему ты пьяная? Уходит отрицательная энергия И становишься хорошей, мягкой У меня в семье есть два табу С мужем не выяснять отношения, пока он голоден Потому что это сразу умножается Да, бесполезно Вот Дима со мной согласен Мужа надо накормить, мужчину надо сначала накормить А потом уже мучает, да? Зло, как собака И вот так вот, девочки, не остановиться А дальше тюбетейка, Дима Да-да-да-да-да-да-да-да Да, значит, первое, ни в коем случае не ссориться Когда это действительно после какого-то тяжелого дня И второй момент, это очень важно И не ссориться вечером После семи-восьми вечера А когда ссориться? Вечером у человека психика так настроена Что он все воспринимает очень преувеличенно Очень усугубленно А большинство ссор происходит вечером К сожалению То есть это приумножать и так накаленные какие-то ситуации На десять, да? То есть если утром бы мы поговорили об этом То вечером мы будем бросаться предметами друг в друга То есть ты предлагаешь, если ссора завязалась То лечь поспать в разных постелях получается А утром уже приступить к ссоре по правилам Смотрите, я это называю выходить из конфликта То есть если я вижу, например, вот пришел Дима Вот, да, возбужденный Пьяный? Неважно Возбужденный Эмоциональный Заведенный Кто-то на него не так посмотрел Кто-то что-то не понял А у меня мои вопросы, как у женщины, да, есть Если я сейчас начну это сюда, на этого Диму применять Это все будет страшно Все будет страшно Надо делать хитро Ванна горячая Горячая Свечи включила Правильно Допустим, холериков их надо остужать Их вообще желательно в ванну Честно, серьезно Сразу Вода с них снимает негатив И подержать-то Я просто тоже холерик, поэтому я Диму очень хорошо понимаю Вы знаете, когда-то была у меня одна такая история Когда я кричал И когда кричали мне в ответ И в тот день, даже в ту ночь Когда я уснул отдельно от своей супруги Ну так, спецом, знаете Ночью меня разбудили высшие силы Вот это никому не рассказывал Это такая моя большая тайна Только для вас, СТБ И эти высшие силы мне на ухо Сказали одну фразу Что у меня мурашки забегали по всему телу И после этой фразы Я побежал к ней в кровать И обнял ее Потому что мне от этой фразы Которую я услышал от высших сил Стало не по себе Знаете, что они мне сказали? Бархатным мужским голосом Не ори И все? И все Вот так Не ори Свят, Свят, Свят Я побежал к ней И она мне поняла Я ей рассказал эту историю Она мне обняла Сказала, Димочка, успокойся и усни Все, вот это женщина Вот ради чего нам надо женщины Как можно действовать, когда человек заведен И у тебя твои эмоции Берем блокнотик и ручку Можно там записать Главную мысль, которую ты хотел сказать Скажешь, это завтра утром, в обед Найдешь для этого возможность Но если уже один партнер на взводе Не надо добавлять масла в огонь То есть я принимала правило, что Окей, мы об этом поговорим завтра То есть мой вопрос подождет Но лучше этот вопрос записать Дима, а у тебя была такая ситуация То, о чем говорит Наташа Вот ты чувствуешь, что вечером, например У тебя больше поводов для раздражения А с утра ты более спокойный человек Нет, я бываю раздраженный утром Потому что я, в принципе, реагирую Если я раздражаюсь, то на что-то такое весомое То есть я стараюсь по мелочам не размениваться То есть это должно быть действительно какая-то веская причина Например Я тоже, кстати, очень ремнивый, Дима И это нормально, девочки? Если ты видишь, что твоя вторая половинка Уделяет как-то больше внимания на другие Меня это не устраивает То есть я хочу быть на первом месте у человека в жизни Не на втором, не на третьем Это повод для ссоры Это повод для дискуссий А, для дискуссий? Если эта дискуссия переходит в ссору, это плохо, конечно Но не может же быть, чтобы она никогда не переходила в ссору Может, но мне кажется, что ссора тем полезна, что люди учатся на ссоре находить компромиссы А это в жизни супружеское самое, я считаю, главное Вот давайте тогда научимся находить эти компромиссы в ссоре Вот это очень важно Что для этого нужно сделать? Я, к сожалению, люди у нас, когда начинают выяснять отношения Когда уже вот здесь или вот здесь, когда уже терпеть невозможно Большинство женщин, когда ссорятся, они вообще не понимают, что они хотят в результате Вот я очень часто говорю, вот остановитесь и скажите Что ты хочешь от этого человека? Что ты от него хочешь в результате этого разговора? Что ты от него хочешь по жизни? Наташа, но если в этот момент мужчина скажет Что ты от меня хочешь? Все, ему конец Но дело в том, что мужчина может просто говорить конкретно Что ты от меня хочешь конкретно? Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Давай договариваться, да? То есть переводить это в плоскость, ну, диалога Это конкретно совет мужчинам, как поступать, когда женщина горячит Это конкретно совет мужчинам, это конкретно совет всем людям, которые хотят научиться договариваться Потому что человек, который находится в эмоции, он часто сам не понимает, что он хочет И так получается, что женщина настолько эмоциональна, что чаще всего причиной ссоры становится она Инициатором Инициатором, да В принципе, отношения в семье – это ответственность женщины Поэтому если ссор очень много, 51% все-таки ответственность на женщине 51% это половина, фу, хорошо, что все-таки оба Потому что то, что Дима рассказывал, вот его излишняя эмоциональность, кидание мебели, сжигание там чего-то Ну, как бы женщина себя не вела, некоторым кажется, что так поступать не стоит Дима достаточно предсказуемый человек, да? И если за ним понаблюдать, можно понять, что он хочет Не, я не прочитанная книга Ой, Дима, ладно Не-не-не, Наталья, извините Вы знаете, друзья мои, у меня был сосед и соседка, но это было давно еще, в Советском Союзе Они кричали сутками Знаете, почему она кричала на него? Потому что он каждый день приходил пьяный Это раз По воскресеньям она кричала на него, потому что он не вытрушивает ковры, я об этом уже говорил Большинство женщин, вот как я наблюдаю, они могут ссориться из-за непомытой чашки Но из-за того, что он там, допустим, не занимается детьми, или много пьет, или это Они вот как бы об этом не говорят То есть ищут поводы для ссоры, да? Да, согласен Но не говорят прямо, вот не говорят прямо, ну правда ведь? Ну, получается тогда, что мужчины в силу своей природной мудрости и неистеричности, в отличие от нас от женщин Иногда понимают, что женщина хочет сказать, когда она ссорится Или не понимают, Наташ Вот говорят же, что женщина, что мужчине говорит, а он слышит только бла-бла-бла Да, мужчине надо короче, мужчине нужны факты Вот то, что страдает у женщины, вот то, что я говорю, да, это факты То есть у них набор эмоций, а мужчина эмоциями не понимает, все равно, хоть он и эмоционален, но эмоциями он не понимает И еще один важный момент, на мужчину нельзя повышать голос Не надо! Это еще одно табу на мужчину, когда повышаешь голос, у него может включиться такая животная реакция Вот мне, кстати, интересно мнение Дмитрия Знаете, я принимаю всерьез конкретную критику, не переходящую на личности Когда у человека плохое настроение, и ты там сделал что-то не так, потому что ты дебил Да, то есть это не аргумент Человек конкретно говорит, то ты не забрал меня, допустим, обещал, а не забрал, через час приехал позже Ты чувствуешь себя виноватым, и ты понимаешь свою ошибку То есть это конкретно Женщина, которая постоянно ссорится, она несчастна И ты чувствуешь себя неполноценной, потому что ты не смог сделать ее счастливой Значит, это не ваша женщина Золотые слова, супер, супер Действительно, еще один важный момент, который, Дима, я хотела бы сказать Еще одно табу, которое категорически нельзя применять в общении с мужчинами, это упрек Когда мужчину упрекают, а в ответ он не может, как женщина, ну по логике, да, по каким-то социальным привычкам Эмоционально там ответить так же, как женщина эмоционально спросила То есть он должен как-то одновременно проявить себя мужественным, сильным И в то же время нежным и ласковым, что очень трудно Но, когда звучит упрек, получается, ты плохой и выхода нет Иди стреляйся, да, то есть делать нечего, нет выхода из ситуации Потому что, когда мы упрекаем о тех вещах, которые когда-то случились Ты уже не можешь на машине времени сесть, поехать, изменить эту ситуацию То есть ты просто виноват Ничего не вернуть Ничего не вернуть, да, для мужчины вот это вот чувство виноватости, вот это вот чувство безысходности Оно становится причиной, почему ему хочется уйти из отношений Вот таким поведением женщины выкуривают мужчин из отношений Выкуривают, они просто исчезают А потом рыдают, как он ушел, как он мог уйти А вы заметили, Наташенька психолог за мужчин? Дима, это правда Вас должны мужчины носить на руках Носят Вы счастливая женщина Спасибо Аплаус, друзья, Наташи Тарас, вот в подтверждении всех тех тезисов, которые мы уже сегодня произнесли Вот ты помнишь ситуацию, когда тебя в чем-то упрекнули, и ты почувствовал себя так, вот как Наташа говорила Ну, то, с чем я сталкивался, это когда тебе не конкретизируют в чем проблема И спустя только несколько лет ты уже добиваешься Лет Лет Ты добиваешься того, чтобы тебя били фактами, если уже бьют Когда мужчина не зарабатывает, к примеру, хорошо, это плохо Когда он сидит слишком много дома, это тоже плохо Когда он очень много работает и его нет, это тоже плохо Да, это ужасно вообще И получается, ты вроде бы семью обеспечиваешь, но недостаточно дома Плохой, упрек Наоборот, сидишь постоянно с детьми, что ты как баба, иди на работу, понимаете? Я таких примеров знаю очень-очень много Поэтому женщины очень часто действительно не знают, чего хотят Смотрите, в чем проблема Женщина много ждет от мужчины Ты сейчас про Билла говоришь? Нет, я не говорю все имя только про Иру Билла Порой иногда бывает с самого детства они ждут реально принца Что он будет идеальный, он будет высокий, красивый Есть такой ряд клише, которые у мужчины висит с детства Не надо так много ожидать от мужчины Порой иногда будет просто сказать Людиму, вынеси мусор И он сделает, он без проблем это сделает, я уверен Еще одно табу, которое ни в коем случае нельзя применять в ссоре с мужчиной Это ультиматум Потому что ультиматум ассоциируется у мужчины с ограничением свободы То есть это все равно, что посадить его в тюрьму Если не сделаешь, я уйду Еще самое страшное, это если ты так сделаешь, я с тобой разведусь Многие женщины пугают разводом, ставят такой ультиматум Вот или шуба, или я развожусь Они думают, что это шутка Но на каком-то этапе это страшно А потом мужчина привыкает и говорит, ну окей, хорошо, пойдем А я вам скажу, друзья мои, вот если женщина так сказала, если ты так не сделаешь, что я разведусь, так оно и будет Да Вот я еще верю, как что-то ляпнешь, так оно и будет Ой, Дима, Дима Я привернусь вам Мне понравилось, что Дима стоит уже на очень взвешенной позиции Ты сказал, Дима, о том, что Мужчины тоже часто делают ультиматум Оно работает, но недолго А так, у меня вопрос к Диме И это первая трещина На самом деле, можно ссориться, это стряхивается суд Но первый ультиматум, это реальная трещина Потому что, по большому счету, остановиться невозможно Это расширяет рамки дозволенности То есть люди заходят все дальше, 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 дальше И есть точка невозврата в отношениях Кстати, у меня вопрос к Диме Дегусару Вы же знаете, что он жил с Ириной Билык? Нет! И когда-то, когда-то, я ночью, ну ты не знаешь этой истории Я ей звоню, привет, как дела, в 12 ночи Я говорю, да дома, скучаю А я говорю, одежь твой Боже А она говорит, играет в покер Вопрос такой Когда ты пришел ночью после покера и бильярда Наверное, пьяный Что сказала тебе Ирина Билык? Я не похожу с покера пьяный, потому что я играю в покер Это, может, осознание какое-то Нет, ну было такое, скажи Ну, возможно, было Вы знаете, я так не хочу конкретизировать Ссора была, скажи, была ссора Я не помню точно, было ли так все, как говорит Дима Но на самом деле, я так подумал, что если я ушел играть в покер Наверное, была на то какая-то причина В любом случае То есть тебе, Дим, ты ушел играть в покер Не потому, что ты хотел поиграть в покер В целом, я думаю, что тут два варианта Либо я действительно один из вечеров решил уделить своему любимому хобби Либо действительно, может быть, мне хотелось уйти Так вот, Дима не сказал ответ, но Я знаю Ирину Николаевну Если даже Дима пришел в 4 утра То она не кричала Она его не ругала Потому что у них тоже была любовь Конфета, букеточный период Взаимоотношения Они любили друг друга Девочки, я за любовь Все за любовь Когда ты ссоришься с женщиной, ты совершил ошибку И она тебя оскорбила Может быть, именно это оскорбление ты должен был услышать Чтобы сделать какой-то урок, вывод И быть счастливой в дальнейшем другой женщине Дима, ты мне напоминаешь моего второго супруга Которого я очень любила Ну, в каком-то смысле люблю И он мне сказал, когда мы расставались И я говорила о том, что я виновата И прости меня, если я что-то сделала не так А я много чего сделала И он мне сказал те слова в точности, которые ты произнес ты Просто ты не встретила своего мужчину Вы знаете, когда есть развод Наденька, нельзя так говорить, как вы Что я была виновата, что я развелась во второй раз Нельзя так говорить Ну скажите, Наталочка Виноваты оба Виноваты оба 50 на 50 Вы согласны со мной, друзья? Да На самом деле, вы знаете, есть еще такая мысль Когда люди только знакомятся Когда только притираются Они говорят шепотом друг к другу Они обращаются очень нежно Очень ласково И ты все слышишь Ты помнишь каждое слово Ты помнишь каждое мгновение Проходит время Вы обрастаете какими-то заботами Обрастаете какой-то суетой И обращаетесь гораздо громче к любимому человеку Как бы пытаетесь до него достучаться И если не происходит этот контакт Вы говорите все громче, громче, громче И в конце это все переходит просто в крик Который не слышит ни один, ни второй человек Поэтому надо иногда просто остановиться Выключить все помехи, которые есть вокруг И просто попытаться тихо донести то самое главное Что есть в двух сердцах, которые встречаются Встречаются не случайно Донести любовь Браво, браво, Тарас Наташ, табу во время ссоры Первое, с чего мы начали Это то, что если вы ссоритесь Ни в коем случае не стоит это делать Если мужчина голоден Подождите, не спешите, я буду записывать Да, пожалуйста Или желательно не ссориться вечером Вот насколько это возможно Переносить эти ссоры на следующий день Второе, это ни в коем случае Нельзя на мужчину повышать голос Как высшие силы сказали, не ори Не ори, совершенно верно И третье Третье, это упрек Потому что упрек, это все Ты плохой, а если мужчина себя чувствует плохим Он себя чувствует ненужным А если он не нужен, так зачем ему эта женщина То есть упреков быть не должно Не должно быть, да Затем ультиматумы То есть мы этим мужчину ставим в позицию Маленького ребенка, ты мне должен, ты обязан Мама сказала, не ходи Да, то есть тут надо все-таки находить компромиссы Ты мои слышишь пожелания, я твои Но когда это как требование Просто вымогать, ставить пальцы в дверь Все равно мужчина сделает назло Пойдет, поиграет в покер, на рыбалку Или к другой женщине И последнее табу, это не выпускать пар Не ссориться, вот не понимая, что ты хочешь Наташ, нам нужен еще один совет В ситуации, когда женщина все-таки не смогла Пусть меня спросят, скажите А вдруг Дима и ответишь Пожалуйста Если женщина не успела прочитать записи в блокноте И уже впала в истерику Что делать мужчине для того, чтобы все-таки как-то Цветы, любимая женщина Ед по дороге, елки-палки, купишь ты цветы Значит, ведро холодной воды Цветы, Дима, твой вариант какой? Надо ее повернуть к зеркалу Она начнет рассматривать себя и забудет Женщина, когда видит себя в отражении Она забывает о всех проблемах У нее сразу макияж управляет Дима, знаешь, как успокоить женщину? Сказать тебе как? Без удара? Не, просто Как ее успокоить? Хорошо позаниматься сексом Тоже вариант, кстати Дима, и это правда Потому что голодный мужчина Это то же самое, что неудовлетворенная женщина Я благодарна мужчинам за то, что вы были сегодня с нами откровенны И тебе, Наташа, за профессиональную помощь Если вам показалось, что мы немного ссорились То мы делали это правильно, вы согласны? Все будет доброе, спасибо вам Дальше встреча с Хаялом Олегперовым У него есть прогноз на новую неделю Новая неделя только начинается А для каких событий она будет наиболее благоприятна Знает мой друг Хаял Олегперов Встречайте Здравствуйте, Хаял Здравствуйте Период с 3 по 9 червня Принесет багатом представникам зодиакальных сузирьев Позитивные изменения в особистом жизни Те, кто еще не знал свою другую половинку Очекают новые знакомства Я просто уверена, что романтическое настроение звезд Мы обязательно быстро почувствуем Какая-то неделя будет для Овнов Овнам на цьему тижню Потрібно ретельно продумывать свои дни Доверившись випадку Можете опинитись в неприемной ситуации Надавши своим недоброзичливцям привид для насмешок И Овны обязательно вооружатся Напутством звезд и преодолеют все испытания Какая неделя будет для Тельцов? Тельцам следует приготуватися До несподеванных поворотов подий И безглуздых випадковостей Действие может не раз виявиться Далекою от ваших ожиданий Змусивши вас проявити гнучкость розума И швидкість мислення Согласно, иногда необходимо взбодриться Чтобы почувствовать весь вкус жизни А какой прогноз у близнецов? Близнюкам у цей період Потрібно бути активными и целеспрямованными Наприкінці тижня можете зустрітися С питаниями, которые вы давно откладаете Постарайтесь кинуть все силы на те Чтобы упоротися с ними Адже невирішені завдання Заважают рухатись вперед Не даром говорят Не откладывайте на завтра то, что вообще можно не делать А то, что сделать необходимо, сделайте И идите дальше Информация для раков Раки в цей період зможуть багато чего досягти За умови, что кинуть виклик невпевненості в своих силах Не бійтеся ставити перед собою высокі ціли Адже вони, як відомо, складаються з безлічі маленьких справ Повірте в свій успіх Воспользуйтесь этим періодом вдохновения Возможно, именно сейчас вы создадите что-то особенное Какая неделя будет у Львов? Львів на цьому тижні очікують цікаві знайомства Які відкриють перед ними нові горизонти Також цей період подарує вам достатньо життєвої енергії Для успіху справ Головне – витрачати її скорості Наверное, чтобы избежать неприятностей, нужно просто избегать общения с неприятными людьми А де вам что делать? Обставини в цей період можуть складатися зовсім не на користь дів І щоб це змінити, доведеться добре попрацювати Але працювитим представникам цього знаку до перешкод не звикати Преодолевая преграды, мне кажется, самое главное – помнить о цели А вознаграждение обязательно будет А как быть весам? На цьому тижні терезам можна побалувати себе приємними покупками По-перше, вони будуть вдалими і принесуть чимало користи А по-друге, фінансовий добробут від цього не постраждає Удачний шопінг для нас не проблема Ми можемо вооружитися советами нашого модного експерта Роми Медного І все вийде Далі скорпіони! Цей тиждень для скорпіонів – чудовий час, щоб досягти гармонії з навколишнім світом У спілкуванні з близькими, друзями і колегами Представникам цього знаку буде дуже легко Наприкінці тижня скорпіонів чекають приємні новини А щоб сократити момент предвкушення прекрасних вестей Украсьте ожидання бодрящим ароматом кофе Гащайся, Хаял! Все починається с Нес-кафе Далі інформація для стрільців Стрільців на цьому тижні очікують серйозні зміни Швидше за все, вони будуть повязані з роботою або побутовими питаннями Можливо, вам запропонують нову посаду або іншу роботу Але перш ніж прийняти важливе рішення, постарайтеся добре його обдумати В будь-якому випадку, змінення наполнює вашу життя свіжістю І якщо ви ввірені в результаті, робите сміли шаги Далі інформація для козирогів на цю тижню Козирогам в цей період слід прислухатися до свого внутрішнього голосу у важливих питань Ваша інтуїція – кращий порадник У сфері особистих стосунків намагайтеся не давати серйозних обіцянок своїм близьким Якщо не впевнені, що зможете стримати слово Будьте іскренні з близькими, особливо з самим собою І це поможе вам збіжати неловких ситуацій Що уготовили зв'язки водоліям в цей період? На цьому тижні зірки нагадають водоліям, що вдача любить наполегливих і цілеспрямованих людей Адже з багатьма завданнями у представників цього знаку не вийде впоратися з першої справи Але потрібно проявити трохи більше зусиль і все вийде У цей період рибам варто частіше поступатися в суперечка і більше прислухатися до думки оточуючих Це захистить вас від неправильних рішень і необачних вчинків Наприкінці тижня представники цього знаку зможуть налагодити стосунки з тими, з ким посварилися Действительно, є ошибки, які можна избежати Чому б не використовуватися цією можливостю? Я уверена, що ви так і сделаєте Спасибо, що були у мене у гостях Встретимся завтра Спасибо тебе, коло, була, дуже приємно тебя увидеть Дякую за перегляд!